Комфорт и удобство пришли к нам благодаря тому, что мы научились обустраивать окружающий нас мир. Однако мы не достигнем благополучия, обустраивая мир вокруг. Если обустроить окружающую среду определенным образом, она станет комфортной и удобной. Но благополучие придет к вам только в том случае, если вы преобразите себя, и никак иначе. Что бы вы ни делали с окружающим миром, вы никогда не сделаете его на 100% таким, как вы хотите. Ничто в вашей жизни не происходит на 100% так, как вы этого хотите. Лишь частично. Что-то происходит по-вашему, что-то происходит по-моему. Это ничего. Мир не такой, каким вы хотите его видеть. И ни один человек не может соответствовать вашим желаниям на 100%. Ваши родители, ваши дети, ваш супруг, ваши друзья, ваш партнер. Кто-нибудь из них соответствует вашим желаниям на 100%. Хоть один человек. Если никто не поступает по-вашему, это не проблема. Проблема в том, что вы сами функционируете не так, как хотели бы. Если бы вы были такими, как хотите, какими бы вы себя сделали? Скажите мне, если бы вы на 100% соответствовали своим желаниям, какими бы вы себя сделали? Счастливыми или несчастными? Абсолютно счастливыми. Вы бы испытывали настолько приятные переживания, насколько это возможно. Следовательно, проблема в данный момент заключается в том, что вы не соответствуете своим желаниям. или, другими словами, ваше благополучие случайно. Если все внутри вас происходит случайным образом, то вы — потенциальная катастрофа. Начнем с того, что вы называете собой. Когда вы говорите «я», что вы называете этим словом? Вы же не имеете в виду ваш дом, машину, одежду. Когда вы говорите «я», вы говорите вот об этом. Если все в вашей жизни происходит так, как вы хотите, за исключением вот этого, тогда вы страдаете. Какой бы деятельностью вы ни занимались, для чего вы занимаетесь бизнесом, создаете семью, троите карьеру, что бы вы ни делали, почему вы все это делаете, идете ли вы в храм или в бар, вы делаете это потому, что стремитесь к своему благополучию. Не так ли? Кто-то идет в храм, потому что считает, что там он найдет свое благополучие. Кто-то идет в бар, потому что считает, что он найдет свое благополучие там. Они ищут одного и того же. Оба ищут что-то приятное. Некоторые люди хотят попасть в рай. Почему? Рай — это очень приятное место. Если бы вам сказали, что рай — место неприятное, вы бы захотели туда попасть? Что бы вы ни делали, хотите ли вы быть здесь или оказаться в раю, вы по-прежнему находитесь в поисках приятного. Это все хорошо. Но как я могу приятно себя чувствовать? Вы видели мою тещу? Вы видели моего начальника? Да. Я все это видел. Если внешние ситуации становятся неприятными, разве не становится еще более важным, чтобы внутри себя вы испытывали приятные ощущения? Если по какой-то причине внешние обстоятельства становятся неприятными, не становится ли еще более важным, чтобы внутри вы испытывали приятные ощущения? Потому что приятные ощущения, приходящие извне, зависят от многих факторов. Иногда у вас получается их совместить, иногда нет. Но для того, чтобы испытывать приятные переживания внутри себя, необходимо лишь одно — вы сами. Этот единственный человек должен соответствовать вашим желаниям. Окружающий мир не обязательно будет вам способствовать. Но я спрашиваю, готовы ли вы посодействовать своему собственному благополучию? За все прожитые годы вашей жизни сколько из вас провели хотя бы одни сутки в состоянии абсолютного блаженства? Было ли такое, чтобы за одни сутки вы не испытали ни одного мгновения тревоги, раздражения, гнева, беспокойства, и вы прожили 24 часа в полном блаженстве? Очень и очень немногие могут ответить на этот вопрос утвредительно. Если один день в вашей жизни пошел не так, это можно понять. Но если ни один день не прошел так, как вы этого хотели, что-то основополагающее в вашей жизни идет не так. Если ни одни сутки в вашей жизни не прошли так, как вы бы этого хотели, что-то основополагающее идет не так. Это происходит потому, что наша жизнь функционирует по воле случая. Мы используем этот человеческий механизм, ничего в нем не понимая. Например, если бы вы сели в автомобиль и не зная, что это за три педали, нажимали бы их, когда вам вздумается. Представляете, с какими рывками вы бы ехали? Именно это сейчас и происходит. Дело не в том, что в своей жизни вы не знали умиротворения, радости, блаженства или восторга. Проблема в том, что эти состояния неустойчивы. Не так ли? Ваше благополучие происходит рывками. Сейчас вы чудесные, в следующее мгновение неприятные, вот вы прекрасные, тут же некрасивые, вот вы радостные, а что произойдет в следующее мгновение, даже представить сложно. Именно так все и происходит. Насколько радостными вы были в возрасте пяти лет? И насколько вы радостны сейчас? Сколько радостных моментов вы переживаете в день? Их количество увеличилось или уменьшилось? Уменьшилось. Когда вам было пять лет, вы ничего не решали в своей жизни. Вам приходилось делать все, что вам говорили взрослые. Сейчас вы живете как хотите. И все, что вы делаете, вы делаете только из стремления к благополучию и радости. Но радости становится все меньше. Не значит ли это, что в вашей жизни что-то основополагающее пошло не так? Самый важный технологический процесс, который нам нужен, состоит в том, чтобы прежде чем начать конструировать окружающий мир, вы начали управлять собой так, как вы хотите. Если вы родились человеком, то одного выживания уже недостаточно. Просто есть, спать, размножаться и однажды умереть для человека почему-то недостаточно. Быть вы каким-то другим живым существом, все было бы просто. Сытый желудок — нет проблем. Но когда вы стали человеком, все изменилось. Пустой желудок — только одна проблема. Полный желудок — сотни проблем. Ваша жизнь начинается только после того, как решен вопрос выживания. Сейчас вы человек, и вы постоянно стремитесь к чему-то большему, к чувству удовлетворения, к тому, чтобы преодолеть границы. Сейчас, к чему бы вы ни стремились, самое главное, чтобы вы взяли собственные переживания в свои руки. Когда вам было пять лет, у вас было вот такое лицо, оно сияло. Постепенно многие лица начинают вытягиваться. Вот как все происходит. Встаньте на любой оживленной улице своего города. Каждую минуту мимо вас будут проноситься сотни людей, многие из них за рулем автомобиля своей мечты. Но сколько радостных лиц вы увидите? Сколько? Если такие и есть, обычно это лица очень молодых людей. У людей старше 30 лица обычно вытянутые. Почему? Для большинства из них жизнь сложилась гораздо лучше, чем они могли себе представить. Для большинства из вас жизнь сложилась лучше, чем вы могли мечтать. Определенно вы живете лучше, чем ваши отцы и дедушки с материальной точки зрения. Да? Разве в материальном плане вы живете не лучше, чем ваши родители, дедушки и бабушки. Значит, дело не в том, что в вашей жизни что-то идет не так. Но тем не менее, лица все равно вытягиваются. Почему? Если в поисках счастья вы будете пытаться перестроить весь мир, этому не будет конца. Но если вы сделаете разворот, то все уже прямо здесь. потому что основа ваших переживаний находится внутри вас. Будем учиться тому, как совершить такой разворот. Это простой метод, простая технология для того, чтобы обратиться внутрь себя. если вы обратитесь внутрь и возьмете под контроль основу или источник своих переживаний, разве после этого мне нужно будет говорить вам «Выбирайте радость, не выбирайте несчастье». Вам понадобится такое учение? Будь у вас выбор, вы бы выбрали для себя приятное ощущение. В этом нет никаких сомнений. Проблема сейчас в том, что вы потеряли возможность выбирать. Почему так произошло, что вы не можете выбирать? Просто потому, что вы пытаетесь управлять этой системой, не понимая даже ее основ. То, что происходит внутри вас, не должно происходить по воле случая. Оно должно происходить согласно вашим намерениям, а не случайно. Мы прибегаем к помощи различных вероучений лишь потому, что жизнь человека происходит по воле случая. Но я говорю не о религии. Это не философия. Это не учение. Это технология. Вам нужно лишь научиться ее использовать. Если вы не научитесь ей пользоваться, то работать она не будет. Записывается все без исключения. Каждое ощущение, каждый запах, каждый вкус, каждое прикосновение, каждый звук, каждый визуальный образ, все они записываются. И вот вы идете в эту огромную библиотеку и говорите, «Это голос такого-то человека, это собака, это птица, это автомобиль». Допустим, вы сидите здесь, и неожиданно возникает новый звук. Звук которого вы никогда раньше не слышали. Замешательство. Потому что это что-то совершенно незнакомое. Спустя 10 дней, идя по улице, вы снова услышите этот звук. И вы тут же распознаете его. Чтобы распознать, вам нужно, чтобы он был запечатлен ранее. Иначе распознать вы не сможете. Вы сможете ощутить, но распознать не сможете. То, как вы распознаете, зависит от того, как это было записано у вас в прошлом. Один и тот же звук. Одному будет ласкать слух, а для другого будет ужасным. Так что не сам звук производит на вас эффект, а то, как вы его воспринимаете. Если вы воспринимаете его как музыку, он вызовет у вас приятные ощущения. Если же вы воспринимаете его как шум, он вызовет у вас неприятные ощущения. То, как вы его воспринимаете, зависит от ваших прошлых впечатлений. И это и есть ваша карма. Когда что-то сладкое, это ваша карма. Если что-то кажется прекрасным, это ваша карма. Когда что-то горькое, это ваша карма. Если что-то кажется уродливым, это ваша карма. То, как вы все ощущаете, это в ваших рук дело. Вы сами создаете свой опыт в каждое мгновение своей жизни. Сейчас вы создаете его компульсивно, неконтролируемо. Поэтому вам кажется, что к вам это приходит извне. Но если чуть осознаннее посмотреть на этот процесс, то можно делать его таким, как вам захочется. Так что вы сами творцы собственного опыта. Так красиво всходит солнце. Но мы видим, как кто-то ходит с депрессивным выражением лица, и цветы расцветают. И все во всей Вселенной складывается прекрасно. А тут человек ходит с депрессией на лице. Мы говорим, что такова его карма. Это значит, что он сам — это султу. Во Вселенной нет никаких сбоев. Все хорошо. Своё несчастье он создает сам. Свою радость он создает сам. Огонию в себе он создает сам. Экстаз в себе он создает сам. Потому что, по сути, все переживание жизни на сто процентов ваших рук дело. Вы распознаёте что-то не таким, как оно есть, а согласно ранее воспринятым образом. Так что, какова ваша карма в прошлом, так вы и будете воспринимать. Третий раздел вашего ума создаёт определённое ощущение. Если же вы этот же звук воспринимаете как шум, она создаёт неприятное ощущение. Эти три аспекта ума автоматичны. Всё это происходит за долю секунды. Четвёртая часть ума очень важна, потому что эта часть, отвечающая за реакцию, и она в ваших руках. У вас возникает приятное ощущение. И вы говорите, «Я это обожаю». Поместим это в коробку с любимым. И навсегда кладёт это в коробку с любимым. Вы ощущаете что-то неприятное. И говорите, «Ненавижу это». Поместим в коробку с ненавистным. И кладёт это туда навсегда. Когда вы любите и ненавидите, тянетесь к чему-то или отвращаетесь, желаете или не желаете, ваша карма растёт. Чем сильнее ваши симпатии и антипатии, тем сильнее и болезненнее становится ваша карма. Вам это знакомо? Если у вас есть стойкое чувство симпатии и антипатии, страдания бывают такими же насыщенными. Чем сильнее вы заключены в этих симпатиях и антипатиях, желаниях и нежеланиях, тягах и отвращениях, тем более быстрыми темпами растёт карма. Внутри вас выстраиваются механизмы привязки. Если же возникает ощущение, а вы невозмутимы, вы просто переживаете это ощущение таким, как оно есть. Не то чтобы вам это нравилось или не нравилось, вы просто его проживаете. Потому что когда вам что-то нравится, вы это искажаете. Когда вам что-то не нравится, вы это искажаете. Вы просто ощущаете это на опыте. И тогда вся карма, связанная с подобными ощущениями в прошлом, начнет рушиться внутри вас. Так что если сохранять такое беспристрастное состояние ума, ваша карма начнет разрушаться. Когда же ваш ум бывает беспристрастным? Когда вы принимаете то, что есть здесь и сейчас, ваш ум беспристрастен. И нет такого, что вам это нравится или не нравится. Вы все переживаете таким, как оно есть. Вы пришли сюда, чтобы проживать жизнь, а не искажать ее, или избегать, не уклоняться от жизни, а проживать ее. Если вы хотите проживать жизнь, ваш ум должен быть беспристрастным. Только тогда вы испытаете все таким, как оно есть. Жизнь может быть постоянно самой разной на вкус, но не будет того, что вам что-то нравится или не нравится. Вы просто наслаждаетесь разными оттенками вкуса и жизненной атмосферы. Вы здесь для того, чтобы впитать и прожить как можно больше жизни до того, как вы упадете замертво. Нет, мне нравится это и только это. Ну тогда для вас все без толку. Если вы делите на нравится и не нравится, на пристрастие и отвращение, карма будет расти огромными темпами, и будут возникать механизмы привязанности. Если же вы находитесь в принятии, карма будет разрушаться. Это можно очень отчетливо увидеть. Кто из вас без направленных сознательных усилий ел значительно меньше обычного? Все это и есть обычные физические проявления кармы. Каждый день я встаю в 7 утра. Если завтра кто-то скажет, «Почему бы тебе не встать в 6.45?» «Я встаю только в 7». «Хорошо, но почему бы тебе не встать завтра в 6.45?» Из-за 15 минут сна ничего особо не изменится. Все дело лишь в старой карме. У меня карма вставать в 7. И все. В 6.45 не могу. И по мере того, как вы будете становиться все более и более осознанными, вы почувствуете, когда ваше тело отдохнуло, и проснетесь. Возможно в 2. Возможно в 4. Возможно в 7. Возможно в 8. Неважно, сколько будет на часах. Вы ведь спать ложитесь не для того, чтобы встать в определенное время. Вы ложитесь спать, чтобы тело полностью отдохнуло. А когда ваше тело полностью отдохнуло, вы должны проснуться. И какая разница во сколько? Но нет. У меня карма вставать в 7. Это и есть компульсивная привязка. Вы можете как угодно пытаться контролировать свои пищевые привычки, но усмирив одну руку, вы продолжите есть другой. Если пытаться делать что-то через силу, будут происходить обратные вещи. Практикуя и практикуя принятия, принимая и принимая, вы будете двигаться ко все большей степени свободы. А сопротивляясь и сопротивляясь, вы сами себе постоянно роете могилу. Карма означает действие. Чье действие? Мое действие. Чья это ответственность? Моя ответственность. Что имеется в виду под ответственностью? Вы ответственны даже за то, что происходило до вашего рождения. Как это так? Я ответственен за то, что было до моего рождения? Что за чушь? Давайте посмотрим с такой точки зрения. Мой дед дал вашему деду 25 миллионов долларов. И сегодня я обнаружил старый дневник деда, где ясно написано, что в тот самый день он дал вашему деду 25 миллионов долларов. И всем известно, что спустя три дня мой дед умер. А за три дня деньги было невозможно вернуть. У меня есть доказательства. Я прихожу к вам. Видите ли, мой дед дал вашему 25 миллионов долларов. Это было до вашего рождения. До рождения вашего отца. Но у меня есть доказательства. Но поскольку мы с вами дружим, проценты я включать не буду. Пожалуйста, верните мне только саму эту сумму. Что вы мне скажете? Что? Что за чушь? Я ответственен за ту ерунду, которая случилась до моего рождения? Идите и спрашивайте с моего деда. Вам сразу же захочется отправить меня туда, где находится ваш дед. Ну, скажем, вот эта собственность, это моя собственность, я ею пользуюсь. А вчера вы обнаружили у себя в доме старые документы, которые ясно говорят, что на самом деле эта собственность принадлежит вашему деду. Как вы поступите? Уже нашли себя адвоката? Если у вашего деда до вашего рождения была собственность или богатство, вы возьмете ответственность, получите это и станете этим распоряжаться. А если он взял в долг, то, конечно, это не ваша ответственность. Этот трюк известен с древности. «Орел, я победил», «Решка, ты проиграл». Это давно известно. Когда можно что-то получить, вы возьмете ответственность за то, что происходило до вашего рождения. Когда надо что-то отдать, то, конечно же, вы не несете ответственность. Я хочу сказать, что ответственность распространяется гораздо дальше ваших нынешних представлений и восприятия. Насколько вы способны видеть жизнь, настолько вы и будете осознавать, что ответственны. И тогда вы начнете двигаться к освобождению. Если же пытаться ее на кого-то перекладывать, вы начнете двигаться к запутанности. Вот я иду по улице, и этот ромеш, наступив мне на ногу, ломает ее. Мне больно. Мне очень больно. И я думаю, что этот ромеш ответственен за мою боль. И да, родители обучали меня разным моральным принципам. И мои учителя, чему только не пытались меня научить, и священные тексты рассказывали мне о многом. Но поскольку мне больно, и я думаю, что ответственен за эту боль он, мне хочется сломать ему обе ноги. Возможно, я этого не сделаю. Но такие эмоции возникают. Да? Неважно, каким моральным принципам меня учили, но поскольку мне зверски больно, и я думаю, что за мою боль ответственен он, как только я подумаю, что ответственен он, я начну следовать за его ногами. Я пойду не туда, куда хочется мне. Я пойду туда, куда пойдут его ноги. Если же я осознаю, что моя нога сломана, а на этой планете 14 миллиардов ног. Из всех ног сломалась моя. Такова моя карма. Я не знаю. Сейчас я не смогу разобраться, в чем причина этого. Но раз моя нога сломана, значит, такова моя карма. Если я осознаю это, я буду обеспокоен только тем, как восстановить ногу и пойти туда, куда мне захочется. Если же я буду думать, что ответственен он, я пойду не туда, куда я хотел. Я пойду туда, куда поведут его ноги. Но осознавая, что ответственен я сам, я пойду туда, куда хочется мне. Что из этого является более разумным способом существовать? Карма — это не фатализм. Карма означает осознавать, что жизнь на 100% моих рук дело. Моя жизнь на 100% моих рук дело. Если осознавать это, то можно создать вашу жизнь такой, как вам хочется. А иначе вы проведете остаток жизни, отвергая одного, ненавидя другого и жалуясь на третьего. И так пройдет вся ваша жизнь. Вы будете чувствовать себя бессильными, загнанными в угол. Я таков, потому что родители передали мне нехорошие гены. Если вам хватает ума думать об этом, вам следует подумать о чем-то другом. Карма не предполагает фатализма. Карма значит полностью взять ответственность за свою жизнь, стать хозяином собственной судьбы, направить свою жизнь туда, куда вам хочется, а не позволять ей происходить по воле случая. Вот что такое карма. Субтитры создавал DimaTorzok Если сохранять такое беспристрастное состояние ума, ваша карма начнет разрушаться.